Помоги мне, Господи, я еще живой Положительных эмоций, десятки купаний на мою 73-летнюю жизнь Вот И это положительные эмоции Вот, и учитывая, что это особый день, я сегодня решил поговорить на тему особую Многие будут просто отключиться, некоторые будут шокированы, некоторые будут говорить, ну куда же смотрит наука и так далее Вот Ну, во-первых, местонахождение Это особое место Я его обнаружил случайно, здесь меня всегда пробирает дрожь Какое-то особое состояние, его еще называют место силы, но это неофициально нормально Вот Я биолокаторщик, поэтому начну с этого То есть на берегу Енисея стоим Я сижу в машине Сейчас двигатель заглушу Ага Вот, я сижу в машине И направил камеру на Енисей Вот, утром минус 30, ну сейчас может 28 Пока доехал до хутора Вот, Енисей парит Это дополнительно создает микроклимат Вот, к сожалению, к моему огромному Здесь Красном хуторе Плюс это На берег Сизой Плюс вся майна, черемушки Это должен быть И был в какой-то степени, но перестал быть Благодаря дебильной, страшной Технологии По этому Калеченых деревьев Так и не стал Он раем абрикосовым Он был, но частично был загублен В основном, видите, уж крайне сложно Теперь Но все это должно было стать абрикосовым раем Для всей Сибири Подчеркиваю, для всей Сибири Вот В общем К сожалению До конца вот этим вот Видите Парящий Енисей Микроклимат Температура на 2-3 градуса Теплее здесь, чем Допустим Степь выехать даже на 5 градусов Вот Получается здесь Без договори Здесь можно выращивать Такие вещи, которые Нигде мы в Сибири не растут Ну, разве что на Алтай Теперь так Значит Вот это вот Буду говорить Все, что сбредит голову Сейчас вам покажу А ту вещь Вот это вот Я не знаю Как видно Вот Это рамка Вот Совеком показываю Вот она Рамка Вот Это белый кусок Для рамка Поняли, да? Я ей Минут 40-50 назад Я был в городе Я выполнил Своё обещание Я проехал Перекрёсток На котором Постоянно бьются машины Вот И В одной руке Был у меня руль А в другой рамка Рамка крутилась Как бешеная Мои Так называемые Подозрения Сбылись Это страшное Место для Автомобиля Там должен быть Специальный Знак Который бы В общем-то С моим другом Древний Денисенко Разработали Но который Никогда Наверное Не будет использован Вот Это Один из Заводящих моментов Как раз Для такого дня Почему Есть такое выражение Ваши слова Богу лучше Вот Это первое Чего я хотел поговорить Это очень важно Это спасение Не тысяч Нет Каких тысяч Что Вот это так много Нет Десятков тысяч Сотен Если не миллионов Если брать планету Миллионам людей Вот Они легко Эти места находятся Эти межраммы Мы не городские Сумасшедшие Как нас думают Вот Мы могли бы спасать Людей Представляя Кровати Больных людей Определяя Связь между Биогепатогенными Зонами И больными Людьми Ничего не надо Вот Как это Может быть Настиська много Может быть Кто-то специально Не дает Этим заниматься Ладно Это я уже Второй проблем Вам основал Первая Это Абрикоса В ранге Состоялся Вот Второй Значит Вот так Посмотреть У нас Вот так Делать Как и абрикоса Будет И те мои Смых сажутся Ладно Теперь Еще тема Эти же деревья Они Когда-то Были Культурные Когда у меня Начали Деревья Окультуриваться Даже полудикие Я это Воспринял Вначале С недоумением Потом С удивлением А потом Понял Да Они Эти деревья Не росли По принципу Вот они Дики Вот они Окультуриваются 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 И оккультурились И человек Приложил сюда руку Нет Человек Приложил руку К ее Одичанию Даже Сама Технология Выращивания Новых сортов Она Способствует Этому Сотню Тысяч Вырастешь Получишь новый Сорт И довольно Приличный Вот А остальное Все идет Брак То есть То есть Там Наоборот Они будут Даже Не такие Культурные Как задумывались А даже Не такие Культурные Которые Использовались При Скрещивании То есть Два Когда Собственных Дерево Скрещиваются И жди Чудо Черт Нас Два Ребята Прививать 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 Это Был бы Ленин Я бы Даже Картами Сказал Не той Дорогой Идете Товарищи Прививать 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 Вот И тогда Наступит На земле Снова Рай Мы Возвращаем Культурное Качество Примеров У меня Много Они Никому Не нужны Ура Нет У меня Ленинской Способности Совершить Революцию Так Следующее Что я хотел Сказать Значит Насчет Гепатогенной Зоны Я обратюсь В несколько Телевизионных Каналов Которые Меня знают Ну я имею ввиду Где Кто Саногорск Красноярск Кемерово Абакан Все Дальше Где Не знают Вот Так Теперь Посмотрим Хоть кто-то Согласится Со мной Проехать По этим местам Где бьются Машины И составить Убедительный Сделать Убедительный Фильм Для телевидения Следующее Берем Нераздание Дело Что Я уже Начал Говорить Что Когда-то Деревья Были Как Культурные Да что же Это было Это был рай На земле Вот Поэтому Они Заничали Во время Эти Катаклизмов А теперь Возвращаем Им Качество Уже Насильное Ну то есть Ненасильное Другое Слово Интуитивно Скорее Так Теперь Что еще Хотел сказать Сама Природа Такова Что Никто Не может Определить Само Мироздание Что Никто Не может Понять Что Такое Крещенская Вода Крещенские Морозы Это Понятно Просто Один Тут С опозданием Новый год Это еще Не самые Холодные Дни И ночи Вот Накинуем еще Две недели И вот Как раз Получается Крещенский Мороз Вроде Сегодняшнего дня Вот Осталось Какие-то В этом Вроде Вот И тогда Она Приобретает Вовсе А почему А я же Кто У меня же Так Мозги устроены Я начинаю А почему А вот Почему Представим Себе Объект Который Находится В космосе Так Искусственный Объект Может быть И натуральный Но тогда Он должен Уходить Куда-то Далеко Далеко По Эллиптической Орбите Эллипс И Приближается Ближе 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 Вот И тогда Его влияние А значит Излучение Этого Объекта Максимальное Но уж Больно резко Это происходит Как бы Без Пере Это надо Исследовать Воду Накануне До И после И во время Вот Масса Огромное Количество На этот Чет Публикаций А я не верю Никому Нужно Чтобы кто-то Раз Всегда Вот это Проверил Как те Часы Какие Они Почему Всегда В одно И то же время Почему Учитывается Время Земное То есть Человеческое А не Космическое А Тогда получается Что Объект Искусственный Летает Себе В космосе Вроде Спутника Земли В какой-то Время Включился Сработала Автоматика Включился И все И на землю Попадают Лучи Обеззараживающие Земли Может быть Без этого Как раз Уже давно Мы все В анализе Сгнило И мы Мы давно Пропали И может быть Это и есть Наше спасение От вирусов От всех Этих Ковидов Вот Я так Жду Вот сейчас Часть людей Скупается Немножко В воде Тоже Какое-то Оздоравливание Хотя Вряд ли Оно Такое Волшебное Как ему Приписано Нырнул И целый год Здоровый Ага Нырнул А через неделю Если ты в комфорте Будешь жить От твоего здоровья Ничего не останется Нужно Соколяться Средить за собой Двигаться Физически И так далее А не одно Купание в год К тому же Опасное Для некоторых И так Получается Что там Космический Объект Который Раз Год Обеззараживает Землю А если Это кто-то Когда-то О нас Позаботился Господь Бог Или Инопланетяне Ведь не зря Церковь Занимается Этим Серьез И воду Эту Собирает И нас С этой водой Лечит Не зря Что там В этом есть Но вы поняли Космический Объект Искусственный Вот Излучение Особое Которое Поддерживает Жизнь на Земле С помощью Обеззараживания Заметьте Говорю Уже Сто лет Не читая И не смотря Никакие фильмы На эту тему Надоело Говорю То, что думаю Так Насчет Мироздания Еще берем Шире Шире Ширее Это значит Что Есть такая Значит Сетка Хартмана Так Она якобы Покрывает Всю Землю Причем Не только В горизонтальной Но и вертикальной Плоскости И тогда Я подумал А уходит ли Она в космос А если Уходит А тогда Что получается А если Она имеет Эта силовая Структура И тогда Я представил себе Это чисто Мое Ну Натура такая Я не говорю Что я Все выдумываю Просто так Из головы Я тут Самым Ребенком Я просчитывал Школьные учебники До 1 сентября Запоем читал Еще до 1 сентября Когда они попадали С магазина Ко мне Родители Сам покупал Вот Наверное Простых Элементарных вещей Я благодарен Всему Стране науки Образованию Потому что Наше Действительно Образование Было лучшее Сейчас Вот Сейчас Она настолько Дебильная Я тут Как-то Помните У меня есть фильм Где я Селена Сада Савидич На пару Значит Чуть-то не сказать Слово Выеживался Когда мы пытались Тем не менее Тем не менее Мне хватило Хоть Я не смог Отгадать Ну мы где-то На 4 сентября Селена А не получится Я не могу Вот такая Вот такая Небольшая Масса Ну Футбольный Мяч Вот На этой дури Придумали Потом опять взрыв, и опять с нее, с этого футбольного мяча, получается, уже миллионы не звезд, уже миллионы вселенных, ну, назовем пока не вселенных, галактики. И как получается, что вселенная может быть ограничена, неограничена, если неограничена, что же это будет, если придумать космический корабль, который будет нестись, 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 нестись туда, вдаль, проходя одну галактику, вторую, третью, десятую, сотую, ну, представь себе сейчас скоростной, ну, хотя бы мысль. И где он в конце окажется? Где край вселенной? Ага, я скажу, где. Вот через, там, пусть миллион лет, но вернется в эту же точку. То есть можно себе представить вселенную в виде шара, огромного шара, то есть краев не видно, значит, догадаться нельзя, что это шар, но это силовая структура, это та же решетка Хартмана, которая сжимает его, как это, силовая структура. И пошел-то, пошел-то, это самое, летел вроде прямо, а на самом деле чуть-чуть искривлялась, чуть-чуть незаметно искривлялась траектория, и как, где должно было закончиться, если очень тщательно все вымереть, ну, правильно, и где? Там же, где и началась, то есть прилетел опять на Землю. Вот, и получается, вселенная и бесконечная, так, и конечная одновременно. Вот вам и решетка Хартмана. Додумать это надо, только опять же, кто занимается этим, кто меряет узлы и решетки, чтобы избавить людей от болезни, мы городские сумасшедшие. Вот и все. Вот видите, как тут теория прага, как сходится. Вот. Ну и это самое. Особое у меня отношение к воде. У нее столько свойств. Вот она, видите, плавает. Вот. Вон она плывет. Особое свойство ее настолько необозримое. И как можно было придумать? Если бы это было H2 и все. А это не H2, это что-то другое. Вспомним и замерзшее состояние, и пар, вспомним и это самое. И воду. Вспомним, почему она кипит, почему она замерзает, почему расширяется. Когда чего? А самое главное, в воде плавают, в воде находится то, чего за пределами разума вообще. Открытие Железова-Латинкова. Вот. Не хотят признавать ученые. Один объявился, мол, появились намеки, что жизнь строится в воде. Да, строится в воде. Да, уже все. Открытие состоялось, когда я заметил на окна, на огне, это, замерзшее окно тамбура, где я курил два года. Вот. Увидел листья абрикосовые. Прямо нарисовал. Прямо это. Вот. А потом вернулся я с этого, со слета в Челябинске. И обманулся в одной из своих статей или фильмов. Ну, я видел. А мне раз, женщины, три штуки, три эти. Первая три мне прислала, а потом вторая, третья. И вот у меня сотни фотографий сделанных. Это время пришло, ученые, друзья, поймите, пришло время, когда массой, можно количество фотографий, сотни тысяч сделать открытие тут же. Только пересмотри все. И ты увидишь, что. Когда я первые фотографии показывал, я дружил с ученым из Казанского университета. Дружили, дружили. А потом, когда я показал, говорю, вот это божество. Вот они, силовые структуры. Вот по ним строилась жизнь. Вот по ним, это самое, в лужах эти самые силовые структуры встраивались в молекулы. Встраивались, встраивались. И когда полностью встраивались, они оживали. Они так живые. Это силовые каркасы. Нас всех. И лягушки тритоновые. Вспомните этих, амеб этих морских звезд. Все это имеет аналоги в этом. Ну, посмотрите же вы. Ну, пожалуйста, набирайте. Яндекс. Раз. Второе слово. Фото. Третье слово. Значит. Ледяные узоры. Вот оно открытие. Как мы могли раньше. Ну, я увидел там абрикосовый лист, допустим. На этом. Кто-то еще что-то увидел. Кто-то увидел морскую звезду. Тощу копик. Кто-то их очень много. Папоротников. Вот они. Они такие же. В воде живут папоротники. Как и в лесу живут папоротники. Они одинаковые. Посмотрите. Умоляю. Ой, заканчивается мое время. Сейчас закончим. Вот оно, мировое открытие. Сейчас отключится это самое видео. И все. И моя сказка заканчивается. Друзья. До свидания. До новых встреч. Я с вами не прощаюсь. Жаль, уходит мое время. Жаль. Это грустные слова в праздник. Уходит мое время. Я не докричался. Я не смог. Не помог спасти в стране тысячи и тысячи людей. Больных онкологией. На дорогах. Вот. Новые-новые сады. Новые-новые открытия. Все это перед глазами. Вот. Обеду страшно.